Я нахожусь в Кармелите, это метро в городе Хайфо Точнее даже не метро, можно сказать это фуникулер Потому что он под таким уклоном спускается в нижнюю часть города То есть он связывает верхнюю часть города с нижней И перепад высот где-то метров 30-50-400 И здесь 6 станций, мы сейчас прокатимся Вот так вот Кармелит выглядит изнутри Смотрите, там внутри вагона ступеньки, которые ведут вверх То есть вагон он не ровный, а он вот такой вот Оригинальный, да? Мы приехали, иду наверх, выходим Вот, смотрите какой поиск и какие интересные вагоны Прокатился я в метро, как вы уже поняли Ребята, я вам говорил, что у нас в Хайфе есть русская православная церковь Серьезно, вот здесь, у меня за спиной Вот, пожалуйста Это монастырь святого пророка Ильи Русская духовная миссия в Иерусалиме Московский патриархат, пожалуйста Ну, она работает только по определенным часам Вот русская церковь Вот, пожалуйста, вот такой вот дворик Это, к сожалению, только через забор снимаю А вот здесь вот расписание проповедей Служб, точнее Друзья, я сегодня хотел поговорить о том К какому результату ведет постоянная, последовательная деятельность По дискредитации азербайджанского режима Это, кстати, очень важный момент Сейчас объясню, почему Вот мне часто говорят Вот я поехал, выступил в том университете в Японии В Конгрессе США В Страсбурге какое-то мероприятие Еще где-то То есть это часть моей жизни Этим занимаюсь постоянно Часто, ну, наивные люди Если не сказать грубее, примитивные Они мне говорят Ну вот, допустим, ты выступил в Конгрессе Встретился там с тремя-четырьмя конгрессменами А Арцах нам не вернули Ну, во-первых, ребят Давайте начнем с того, что Сражаться за Арцах Должен не я Ну, вы не обижаетесь, да Что я, еврей и гражданин Израиля Ну, не обязан сражаться за Арцах То, чем я сейчас занимаюсь Я занимаюсь тем, что я борюсь просто за права человека Я считаю, что право У армян правое дело Я поддерживаю армянскую сторону Но я не могу быть большим армянином Чем сами армяне И если было принято такое решение Что Арцах Это некая головная боль Имею в виду правительство Армении И от него надо избавляться Ну, есть такие теории Что я могу с этим сделать? Вот, я с этим поделать ничего не могу Зато есть вещи, с которыми я что-то сделать могу Например, это армянские военнопленные Это беженцы Это геноцид, совершенный азербайджанцами В сентябре 23-го года Когда изгнали полностью все христианское население Арцаха, Нагорного Карабаха И заселили его мусульманами-шиитами Из районов Абшироны и Гянджи Я имею в виду азербайджанских мусульман На место армян-христиан То есть такая дехристианизация произошла Нагорного Карабаха То есть вот эти вот все вещи Преступления какие-то совершенные Против армянского населения Все это я доношу где только могу И этим создаю Азербайджану Постоянную, как сказать Незначительную Я не хочу переоценивать свои силы Но и недооценивать их не стоит Незначительную Но неприятную Постоянную головную боль Раздражительность И непонимание Чего еще от меня ждать То есть с точки зрения азербайджанцев Я могу в любой момент выкинуть Любую маленькую или большую пакость против них Естественно, что что бы я ни делал Вот если просто взять отдельно мою деятельность В отрыве как бы абсолютно от всего Что бы я ни делал Естественно, азербайджанцы не вернут Карабах Из-за того, что я выступлю в университете Или встречу с конгрессменами Нет, ничего такого не будет Но это создает головную боль Вот я вам приведу такой пример Смотрите, я сам был пленным Вот сейчас в Баку Ну по разным оценкам От 20 до 60 армянских пленных находится Но это не считая еще Достаточно большого числа Пропавших без вести В числе которых Вот с 2016 года Все войны, которые были Несколько сотен человек Чья судьба неизвестна Когда я сам находился в азербайджанском плену Это был с декабря 2016 по сентябрь 2017 Когда я был в азербайджанском плену За посещение Нагорного Карабаха В качестве журналиста Я напомню, что Европейский суд Позже признал Азербайджан виновным В незаконном аресте В пытках, покушении на убийство И сейчас Азербайджан Отказывается выплачивать компенсацию По этому вопросу И бегает от исполнения решения То есть я Азербайджан превратил Из более или менее солидного государства В некое такое убожество Которое пытается сэкономить 30 тысяч евро Присужденных судом И бегает от службы Исполнения этих решений Но для меня это как раз самое важное Поскольку пока азербайджанцы Не выполняют это решение У меня все юридические и моральные основания Долбасить их дальше Везде, 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 везде Напоминаю, что уважение к закону Чуждо азербайджанцы Имею ввиду азербайджанскую республику Вот И это очень хорошо работает Если бы они, не дай бог, исполнили это решение То было бы гораздо хуже Потому что сказали Ну да, они нарушили закон Но суд принял мою сторону Они понесли наказание и так далее Пока они бегают от суда Они тем самым помогают мне Заниматься теми, чем я занимаюсь дальше И на самом деле я этим идиотам за это благодарен Потому что если бы они выплатили деньги сегодня Ну как бы Как минимум в два раза труднее Мне было бы согласовывать Очень многие встречи И объяснять людям о сути бандитского азербайджанского режима Второй момент Очень важно Чтобы у азербайджанцев не было Как сказать Не было выгоды От торговли заложниками То есть азербайджанцы Как горские мусульмане Как, ну, кавказские горские мусульмане У них как бы традиционно Есть вот это вот Ну, похищение людей И выкуп за них Как их абреками называли Я не помню У Лермонтова и Пушкина Это давно рассказывается Просто в наше время уже Ну, никакие закавказские народы И кавказские этим не занимаются Ни сеченцы, ни ингуши Ни народы Дагестана Ну, как бы считать Ну, как бы считать Ни же своего достоинства Просто похищать людей И пытаться за них торговаться Ну, как бы такого нет Ну, только на уровне Радикальных исламистов-террористов А азербайджанцы На уровне государства На уровне религии сделали Как бы похищение людей И торг за них Ну, как бы частью Национальные идеи Когда они меня держали В качестве заложника И пытались за меня торговаться Ну, как бы формально Типа я посетил Карабах На самом деле Они пытались выторговывать У Израиля преференции По продажам оружия Пытались от Израиля Там получить какие-то преференции И Израиль, естественно Им ничего не давал А ничего им не давал Израиль По одной простой причине Потому что я Израилю Нафиг не нужен Израиль поступил хитрее Я знаю, что в Армении Израиль недолюбливают За продажу оружия Азербайджану И так далее И так далее Но Израиль повел себя хитрее Во-первых, израильтяне С самого начала Занят довольно пассивную позицию Знаете, в каком плане? Азербайджанцы Похитив меня И держа меня в плену Взвалили на себя Колоссальную Колоссальную Международную ответственность Колоссальную То есть Amnesty International Human Rights Watch Многочисленные политики Все говорили, что в Азербайджане Мне угрожает Ужу моей жизни И угрожает опасность В Азербайджане Что это страна Которых преследуют Пытают Убивают противников режима И Естественно Я нахожусь в опасности Как только Ильхам Алиев Позвонил В момент моей выдачи Моей экстрадиции Он позвонил Лукашенко Во всех СМИ То есть И поблагодарил Лукашенко За то, что тот меня выдал В этот момент Алиев лично на себя И под свою ответственность Взял меня Как только израильтяне Это услышали Они поняли Очень простую вещь Что теперь Это не я заложник Азербайджана А Азербайджан Заложник Израиля Потому что если со мной что-то случится в Азербайджане Убьют Запытают Даже просто Представьте Я вспоткнулся Чисто теоретически Даже если бы я вспоткнулся И упал Тут же повесили бы на Азербайджан Чтобы пытались меня убить А все почему? Потому что президент Азербайджана Лично взял на себя ответственность За мой арест И поблагодарил Лукашенко За якобы Верховенство закона При том, что Организации Объединенных Наций Европейский суд Признали мою экстрадицию незаконной И потом Когда на меня действительно Было совершено нападение В Азербайджане Кстати, я далек от мысли Что нападение Организовал Альхам Алиев Если бы организовал Альхам Алиев Я бы сейчас был бы мертв Организовали кланы Внутри руководства Азербайджана Ну, некоторые азербайджанские оппозиционеры Говорят, что покушение на меня Организовал клан Рамиза Мехдеева Другие говорят, что за этим Стояла служба госбезопасности Азербайджана Понимаете, это страна бандитская Которая правит несколько кланов Которые пытаются урвать Урвать, урвать Часть пирога нефтяного И они гадят друг к другу То есть, компрометировать Альхама Алиева В общем, есть много заинтересованных сторон Азербайджана, что вы скомпрометируете Ну и убив меня Они, естественно, добились то, чего они хотели Когда израильтяне это поняли Они решили за меня вообще никакой торг не вести И когда сам Альхама Алиев понял Что содержание меня в тюрьме Дело его самого заложника Потому что каждый день, который я провожу в тюрьме Он повышает риск, что меня банально кто-нибудь убьет И в итоге, кстати, меня едва не убили Как вы знаете, Европейский суд признал Азербайджан виновным То есть, это плевок фактически в лицо Альхама Алиеву Который показал, что не контролирует ситуацию в стране И в самой охраняемой тюрьме Азербайджана Могут убить иностранного журналиста Представляете? Вот И, соответственно, когда меня уже после нападения Из реанимации бакинской больницы Выдали в Израиль То азербайджанские СМИ Вы, кстати, можете найти в гугле Они все писали, что якобы Азербайджан хотел меня поскорее уже отправить в Израиль То есть, они сначала меня присудили к 3,5 годам лишения свободы Якобы за посещение Карабаха А потом, после нападения, они тут же забыли про этот приговор Задним числом меня помиловали Хотя я никогда не писал никакой просьбы о помиловании И отправили в Израиль Отправили меня потому, что Израиль меня действительно не хотел забирать А зачем меня забирать? Пока я нахожусь в Азербайджане Не Израиль мог шантажировать азербайджанские власти тем, что Если вы хотите, чтобы мы забрали у вас лапшина без скандала То вы должны, например, произвести какие-то определенные закупки у нас Каких-то вооружений В противном случае пусть лапшина у вас остается Пусть он у вас умрет И вот если он у вас умрет Но у нас в израильских СМИ, не только в израильских, я раскрутим Тема того, что в Азербайджане до смерти запытали еврея, израильского журналиста Ну хитро же, согласитесь, ведь не этого хотел Ильхам Алиев Но евреи и азербайджанцы на разных, скажем так, ступенях эволюции находятся Ну это прямо как сравнивать неандертальца Неандертальца с современным человеком Или, наверное, неандертальца, который выше, чем горилла, но с гориллой Пример то же самое То есть евреи просто переиграли азербайджанские власти То есть мне от этого было не легче Меня просто использовали как инструмент шантажа Сначала Алиев против Израиля, потом Израиль против Алиева Но тем не менее, так оно все работает И поэтому, выдав меня в Израиль В самом конце, из больницы Азербайджанцы испытали и злость, и непонимание, и обиду Потому что евреи их фактически со мной кинули В итоге, вместо того, чтобы меня перевезти в Израиль Чтобы я досиживал в Израиле срок, который мне присудили Ведь это так работает Я же не сидел в Азербайджане Вот этот срок, три с половиной года, что мне присудили За посещение Карабаха Я приехал в Израиль, сразу оказался в больнице и на свободе А почему? Если бы меня принял бы Израиль через экстрадицию То по правилам Израиль как бы должен был бы меня держать Три с половиной года за посещение Нагорного Карабаха Но Израиль не мог себе этого позволить У Израиля у самого проблемы с различными спорными территориями И если меня сажать в Израиль по азербайджанскому приговору За посещение спорного Нагорного Карабаха Тогда надо сажать миллионы израильтян Которые посетили Восточный Иерусалим, Голландские высоты, Западный берег Ну если быть последовательными, да? То есть если вы признаете, что человек, посетивший Карабах, должен сидеть в тюрьме Тогда человек, посетивший Западный берег, Иерусалим, Голландские высоты По первому Сирии тоже должен сидеть в тюрьме Израиль этого не хотел Израиль додавил азербайджанцев до того, что они прогнулись И меня выдали просто так Просто так выдали То есть за меня никто ничего не получил Теперь возвращаемся, то о чем я говорю Очень важный момент В тот момент, когда азербайджанцы, природные торгаши Когда они поймут, что торг за вашу жизнь им приносит самим больше вреда, чем пользы А за вас никто ничего не даст А вот как это повернуть, это надо подумать То есть когда они поймут, что от вас слишком много головной боли И абсолютно ноль прибыли Не заработали ни одного доллара, ни одного моната Зато потеряли на вас миллионы И вас обсирает, поливает грязью по всему миру И больше вы ничего от этого человека не получили От вас избавятся и отправят домой Вот надо действовать в этом направлении Надо повсюду долбить по Азербайджану, где только можно и нельзя Беспрерывно, беспрерывно это должно быть Знаешь, как утром встаете, чистите зубы Чистите зубы, вот каждый день Вот точно так же надо работать против интересов Азербайджанской республики Я заканчиваю, ребята Пока, хорошего дня Шалом из Израиля